Всем привет, канал с нами же выехали на связи, мы продолжаем подводить итоги уходящего года. О многом мы говорили в наших выпусках, но не о всём. Крайне редко мы говорим о новостях культуры и шоу-бизнеса, поэтому исправляемся и рассказываем, что интересного произошло в этой сфере в 2018 году. Изначально была мысль собрать топ-10, но такого количества по-настоящему значимых событий мы не насчитали, и это грустно. К сожалению, шоу-бизнес и культура у нас имеют одно общее печальное свойство, это местечковость и однодневность. Чаще всего речь идёт о зарабатывании денег и о творчестве на втором плане, но есть и исключения из правил. О них и поговорим, поехали. Но сначала расскажем о новом канале, который делают наши друзья, он называется Узенще. Парни делают первые шаги на просторах ютуба и выбрали правильное направление. Они поднимают темы, в которых у них есть личный опыт, а темы абсолютно разные. На канале можно найти выпуски о том, как получить разрешение на хранение и ношение оружия, быстро и легально, а сегодня это, к сожалению, очень актуально. Также один из авторов рассказывает, как можно бросить курить по его личной методике в три шага. Есть выпуск о том, как использовать автоаптечку в случае реальной травмы. Да что там говорить, парни рассказывают даже о том, как и зачем заваривают чефир на гражданке. Ну мало ли, может кому-то пригодится. В общем, советуем, ссылку на канал мы оставим в описании. Пожалуй, этот выпуск нужно начать с новости о том, что фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Правда, многие говорят, что шансов у картины немного, а где-то не попали в формат, а где-то дело в политике. Что, кстати, последнего, картина по большей части российская. Как бы наш любимый министер культуры и спорта Арсенбек Мухамидеоллы не пытался примазаться к успеху «Айки». Поэтому казахстанские СМИ акцентируют внимание на актрисе Самал Яслямовой, которая исполнила главную роль. Но у нас есть большие сомнения, что «Оскар» могут вручить фильму так тесно связанному с Россией. Конечно, мы часто ругаем Мухамидеоллы. При этом нужно отдать ему должное, он похлопотал, чтобы фильм все-таки заявили на «Оскар» от Казахстана. И по тем же политическим мотивам это добавило немного шансов «Айки». Потому что, повторимся, вряд ли фильм напрямую от России вошел бы в шорт-лист. До самой церемонии осталось ждать ровно два месяца. Там и увидим, кто был прав. И еще один фильм, о котором хочется поговорить, это биографическая драма «Амре». И к нему очень много вопросов. Да, очень круто, что в Казахстане снимают такие фильмы о гениях прошлых лет, о которых в стране было немало. И самородок Амрека Шаубаев, покоривший своим голосом Париж, один из таких. Драма завоевала ряд наград, в том числе и в Голливуде. Но опять же, такой ли этот фильм казахстанский? Режиссер-американец Джефф Веспа. Абсолютный ноунейм, который до этого снял три короткие метражки и написал сценарий к нескольким малоизвестным фильмам. В сценарии писал некий Бенджамин Вандервир. Композитор Дэйв Холден, также какое-то не казахское имя, согласны? Понимаете, да? В фильме о казахской музыке композитор не казахстанец, а самый настоящий американец. Монтаж делала тоже команда из США, но это мелочь. Оператор известный российский сценарист Максим Асачи, который снимает кино Федора Бондарчуку. Ну окей, продюсер наш Алдиар Утимуратов. Да-да, сын того самого Утимуратова. Актеры – главная роль у наших ребят, но женская роль голливудской звезды Эбби Корниш. Надо понимать, что ее пригласили для громкого имени на афишах. Лично нам кажется, что казахстанского в этой картине еще меньше, чем в той же Айке. Но само жанровое направление верное, и это хорошо. В случае с Димашем Кутебергеном ничего едкого мы говорить не будем. Этот талант, слава богу, не потерялся после триумфа на китайском телевидении. Помните, в одном из выпусков мы этого опасались. Он дал концерт в Лондоне, спел на Новой Волне, выступил на Мисс Мира, а весной даст сольный концерт в Кремле. Однозначно, сегодня Димаш – это самый успешный казахстанский исполнитель. Это большой артист, про которого просто не скажешь ничего плохого. А вот то, что творится вокруг него, здесь мы не можем удержаться, чтобы не сделать некоторые выводы. После триумфа Кутебергену предложили стать солистом в Астана-опере. Да, это очень престижно, но Димаш вежливо отказался. Очень логичный шаг, который показывает, что он хоть и остается большим патриотом, но понимает, что возможности у него сегодня больше за рубежом. Даже в той же России, где он стружился с продюсерами и композиторами. Поэтому в случае с Астана-опера, это была так себе попытка удержать талант в стране. Димашу сейчас всего 24 года, все впереди, и он, мы думаем, точно знает, что делать дальше. Кстати, недавно он выступил на американском шоу талантов вместе с Данеллией Тулешевой, и о ней мы тоже хотели бы поговорить отдельно. А вкратце, Данелли сейчас 11 лет, и она уже мировая звезда. Все началось в прошлом году, когда она триумфально выиграла украинский конкурс «Голос дети». В этом году Данеллия представляла Казахстан на детском Евровидении, и она считалась одним из фаворитов. В итоге, ей досталось шестое место, что тоже неплохо, но многие уверены, что она должна была быть как минимум в тройке призеров. Что можно о ней сказать? На самом деле, все равно то же самое, что и о Димаше. Этот ребенок владеет своим голосом лучше, чем большая часть представителей казахстанской эстрады. А теперь самое интересное. А кто вспомнит, что еще три года назад она выигрывала у нас детский музыкальный конкурс «Айалахан Астана»? Почему ее тогда никто не заметил, не поддержал, не разглядал в ней талант? Ответ тоже можно найти в ее биографии. После триумфа в Украине уже в 2018 году в Казахстане присудили премию народной любимицы и отправили на евроиденье. Так всегда и бывает, как только человек становится звездой за рубежом, в Казахстане вдруг о нем узнают. Позже всех и начинают спешно примазываться. Данелли же мы желаем очень непатриотичных вещей и развивать свой талант вне зависимости от своего места жительства. Немного попсы в выпуск. Джахалиб – рэпер, которого опять-таки за пределами Казахстана, знают лучше, чем в стране. Он во многом схож с криптонитом, правда в Москву пока не переехал. Все у него идет отлично – концерты, премии, гонорары. Парень делает коммерческую музыку, легкую и яркую, такую, которая играет в автомобилях. На наш взгляд, ничего экстраординарного в его творчестве нет, за исключением одной штуки. Бахтияр – настоящее имя Джахалиба – делает все очень качественно и постоянно развивается. Именно поэтому он уже не один год удерживает лидерство в чате Apple Music, являясь самым популярным рэпером в России. Опять же, блин, не у нас, а в России. Он даже получал там золотой граммофон, что на наш взгляд для тру-рэпера как-то даже зашкварно. Но не страшно, нам кажется, что Бахтияр никогда не позиционировал себя как гангстера из андеграунда. В этом году у него вышел клип на трек «Медина», который снял Ассютант Сиитов, следующий герой выпуска, о котором хотелось бы поговорить. Мы не раз уже упоминали этого парня, который делает охрененные видео звездам казахстанского, украинского или российского шоу-бизнеса. А к чему мы вообще вспомнили «Медину»? Этот клип стал самым дорогим и масштабным в истории Казахстана. Посмотрите наши предыдущие выпуски, там мы говорили про то, что Ассутану будет трудно развиваться в Казахстане, так как у нас никто не готов вкладывать большие деньги в хорошие клипы. Мы ошиблись, и логично, что такой клип был снят именно для Джахалиба. Видео действительно отличное, стильное, с казахским колоритом, причем правильным. Ведь обычно в наших клипах это просто белый рояль и кони в степи. А самое главное, что именно это видео было номинировано на премию Berlin Music Video Awards. Не MTV, конечно, но тоже неплохо. Кстати, Ассутан там участвует и с другой своей работой, клипом Child Free, который он сделал для российского рэпера Nozim C. А знаете, кому еще Сиитов снимал клипы на старте своей карьеры? Группе Молдоназар. Эти ребята одни из немногих, кто делает очень крутую музыку в Казахстане, и что самое главное на казахском языке. Их песни нравятся всем, даже тем, кто не понимает языка. Если помните, три года назад у них была оригинальная коллаборация с американским коллективом Brick of Reality. В этом году ребята продолжили покорять мир. Весной был записан совместный трек с украинцем Иваном Дорном. А еще Молдоназар стали одним из первых казнацев, которые дали тур в США. Музыканты дали концерты в Чикаго, Нью-Йорке, Хьюстоне и Лос-Анджелесе. Что тут можно сказать? Для хорошей музыки не существует границ, как языковых, так и политических. Вот такие у нас получились главные события в мире культуры и шоу-бизнеса. Может быть мы что-то упустили? Пишите в комментариях, что еще знаменательного произошло в 2018 году. А пока же мы настраиваемся на следующий год и надеемся, что у нас появятся новые люди, новые проекты. А те, кому мы говорили сегодня, повторят и приумножат свой успех. Всем добра и с наступающим Новым Годом! Субтитры подогнал «Симон»!